Сегодня страна отмечает День Пограничника, и дагестанские защитники рубежей работают в любых, порой тяжелейших условиях. В том числе высоко в горах, на границе с Грузией и Азербайджаном. Наша съемочная бригада совместно с пограничниками вылетела на вертолете в Цумадинский район, чтобы узнать, как и в каких условиях несут службу стражи границы. Патимат Ханапова продолжит тему. В нашей республике один из пограничных постов располагается в селе Хуше Цумадинского района. Он находится в сотнях километров от Махачкалы, на границе с Грузией. Если добираться туда, то только на Ми-8 военной авиации ФСБ России, что мы сейчас и собираемся сделать. Через море, луга и засниженные вершины. Лететь до пограничного пункта Хуше на вертолете одно удовольствие. Однако, если исключить воздушный транспорт, то дорога туда покажется не столь живописной. Около четырех часов пути, а после еще и 20 километров пешком, по узким горным тропинкам. Нам, бесспорно, повезло. Добрались всего за час и без особых усилий. Сразу по прибытии нам показали территорию пограничного поста. Общую спальню с кроватями и тумбочками, небольшую кухню и столовую. Все по-военному слаженно и аккуратно. По физической подготовке всегда к сотрудникам предъявляются самые серьезные требования. Что касается применителя нашего участка, наш пограничный пост находится на высоте свыше 2000 метров. Это, в свою очередь, дает определенные особенности на организм, более серьезная нагрузка на организм. Поэтому при попадании сотрудников в Республику Дагестан на данный пост попадают наиболее подготовленные сотрудники. Автомобиль здесь практически не проедет, из-за чего в день пограничники преодолевают от 10 до 20 километров пешком. Неважно, жара или холодно, то она и служба. Тут у всех день расписано. Кто-то остается на посту, кто-то отправляется в наряд. Пограничный ряд, выполняйте приказ. Пограничный ряд налево. На защиту и охрану государственной границы, экономических и иных законных интересов Российской Федерации. Шагом марш! Помогает в охране государственной границы и населении. Они подсказывают, ориентируют в местности. Однако из-за сложных условий жизни сами жители не менее нуждаются в помощи военных. При необходимости пограничники на вертолете транспортируют больных в столицу и доставляют грузы в аул. С 2000 года у нас уже автомобильная дорога отсутствует. Недавно у нас школу построили, переброску, отправили стройматериалы с метрады. И также ФАП, фальшерский пункт тоже строили с помощью пограничников. За почти два десятка лет соседствами между защитниками рубежа и горцами сложились дружеские отношения. В подтверждении тому совместное проведение праздничных мероприятий. Так и конкурс детского рисунка ко дню пограничника здесь стал доброй традицией. Ребят, занявших призовые места, военнослужащие радуют денежными призами. Отчего школьники ждут 28 мая с нетерпением, придумывая за несколько недель до праздника, что они нарисуют. Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Цомаринский район, Кушет.